Сайт новой федерации, FKSR.org, появился у нас, был запущен в конце декабря прошлого года. Причина, почему мы стали переделывать предыдущий сайт, я думаю, то, что было очевидно для многих, кто заходил на него. Проблема заключалась в том, что технически пошли неполадки сбои, которые мы не могли устранить. В частности, не было состыковки с базой данных, которая у нас есть внутри федерации, мы не могли ни выгружать положение, ни результаты. И получается то, что с какого-то момента он у нас перестал, в принципе, обновляться. Да, были новости, мы выкладывали, но все равно все это было существенно ограничено в возможностях. И, конечно, опять же, чтобы развиваться, чтобы двигаться вперед, нам нужно было в корне пересмотреть то, что у нас есть. И мы решили делать новый сайт, который не только будет более удобным, более интересным, но и более технически полезным для всех конников. От любителей, от владельцев лошадей до судей, тренеров. Ну, по сути, мы надеемся, что удобный и полезный для всех конников. Сейчас я включу демонстрацию экрана. И мы посмотрим, что у нас сейчас есть. Да, картинка есть. Соответственно, что мы видим сейчас на сайте Федерации конного спорта? Новости, в принципе, по структуре существенно от того, что у нас было, мы не стали уходить, потому что у нас народ такой консервативный, конники по тому, как они привыкли раньше жить. Им проще, чтобы предыдущее не сильно отличалось, будущее не сильно отличалось от предыдущего. Соответственно, по структуре у нас тоже самое есть. Слайдер, как и раньше, у нас есть новости, которые мы точно так же выкладываем. У нас есть меню по дисциплинам конного спорта, где на каждую ты нажимаешь, у тебя получается дополнительное окно с правилами, сборной, командой, с новостями, со всей информацией. Из нового у нас появилась такая история, как рейтинг по пока что выездке и по конкуру. Этот вопрос очень долго прорабатывался, в частности, Ольга Линякина. Я думаю, то, что она подробнее про рейтинг расскажет. Я же затрону только содержательную историю. Соответственно, на новом сайте у нас появились новые возможности для спонсоров и партнеров. У нас, как вы видите, вот раз окно для партнеров и спонсоров. Есть возможность размещения вот такого большого баннера одного и второго. Соответственно, можно смотреть баннеры и размещать внутри, но это уже дальше для спонсоров и партнеров отдельно с ними проговаривать. У нас появилась очень интересная вкладка «Медиа». Плюс у нее в том, что теперь мы можем загружать и фотографии. У нас есть фотогалереи со всех турниров. У нас работает фотограф Виктория Федулова, которая ездит на все основные турниры. И вот здесь вот во вкладке «Медиа» в фотогалереи собраны все фотографии со всех важных, серьезных мероприятий, которые проходят в течение года. Во вкладке «Медиа» у нас идет движение по наполнению видеоконтентом. Соответственно, как я уже говорила в предыдущем вебинаре, мы начинаем больше внимания уделять, и, слава богу, появляется возможность уделять и средства на создание видеоконтента, который сейчас тоже очень важен для продвижения. Мы стараемся делать красивые ролики. В частности, вот последний ролик с Олимпийского дня, с мероприятия, которое проходило в Лужниках. В прошлом году, в позапрошлом году мы тоже работали, но все это было не того качества, как хотелось бы. В этом году потихоньку мы и по качеству стараемся соответствовать. Ну и, соответственно, конечно же, это интервью и другие материалы, которые делаем как мы, так и другие средства массовой информации о нас. Соответственно, все это можно найти в разделе «Медиа». И, естественно, все это высвечивается у нас внизу на сайте. Но это вот из плюсов информативных. Соответственно, все документы, все-все-все, как было на старом сайте, все здесь мы стараемся по мере возможности обновлять, и как только появляются новые документы, так же стараемся все это анонсировать. Также у нас будет личный кабинет и очень много других опций, про которые более подробно сейчас Оля Ленякина расскажет. Оль, ну тебе слово, я думаю. Спасибо. Всем добрый день. Я рада, что наша тема заинтересовала вас. Я надеюсь увидеть ваши предложения, ваши комментарии по тому сайту, который уже у нас действует. Вы уже видели его. Я думаю, что большинство из вас просто знакомы уже со многими моментами. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Ваше мнение важно. Мы, как вы понимаете, готовы меняться. Это видно по нашему сайту. Кроме нового лица, внешней оболочки. Наш сайт на сегодняшний день задуман таким образом, что он имеет очень много новых технических возможностей, которые в первую очередь, конечно, важны для региональных федераций, для их работы, для спортсменов, для тренеров. И хотелось бы подробно именно на этих моментах остановиться, потому что то, что было фактически у нас с вами на старом сайте, это методическая информация. Она вся, в общем-то, прежняя. Это, конечно же, все документы, которые утверждаются в федерации, какие-то рекомендательные документы. Екатерина сейчас очень подробно рассказала о всей истории по СМИ, о привлекательности для спонсоров, о любые рекламные возможности нашего сайта. Из технических возможностей у нас появилось несколько важных модулей, о которых мы расскажем подробнее. Я сейчас также включу демонстрацию экрана для того, чтобы можно было, соответственно, более подробно уже визуально показать. Наш сайт на сегодняшний день работает очень результативно, на мой взгляд, опять же, по сравнению с прошлым сайтом, и я надеюсь, что это будет удобно для тех, кто пользуется, в первую очередь, этими опциями с календарем. Календарь на сегодняшний день, он обновляется в соответствии с теми данными, которые находятся в базе данных федерации. Обновление динамической информации производится достаточно часто, это два раза в сутки, это достаточно оперативное обновление, и, соответственно, мы имеем возможность оперативно вносить изменения и информировать заинтересованные лица о всех изменениях, происходящих в календаре. Хочется отметить о том, что кроме самой информации, которая содержится в базе данных, одновременно становятся доступны все те документы, которые появляются в федерации, как то утвержденные положения или согласованные положения, это результаты соревнований. Если мы сейчас с вами уйдем на соревнования начала года, например. Давайте наш какой-нибудь старт возьмем в России. Муниципальные соревнования. Ну, первые попавшиеся открываем. Фактически те результаты, которые были достигнуты нашими спортсменами, мы можем посмотреть, мы можем оценить. Также можем использовать те копии документов, которые здесь вложены. Это, я думаю, будет важно для спортсменов, которые оформляют документы на присвоение или подтверждение спортивного разряда. Ну, аналогичное положение, как я уже показывала на отраде. Всю эта документация предоставляемая организаторами. Хотелось бы отметить, что сайт будет иметь и сохранять свою актуальность только в том случае, если и организаторы также будут своевременно предоставлять документацию федерацию, и мы будем иметь возможность эту информацию, соответственно, уже публиковать. Это первый большой модуль, который реализован уже, он уже работает. Ну, о своих впечатлениях о его работе, может быть, о каких-то предложениях, я надеюсь, что мы сможем получить от вас комментарии. Так, секунду. Второй модуль. Сейчас секундочку, я еще вернусь к календарю. Об условиях поиска. Все это работает. Я обращаю внимание о том, что мы можем использовать множественные выборы. Я, наверное, какой-то не очень удачный, да, не очень удачный фильтр задала, который позволяет нам уже задавать определенные критерии для того, чтобы не искать в огромном-огромном календаре. Наш календарь на сегодняшний день насчитывает порядка полутора тысяч мероприятий. Это соревнования, это семинары, это какие-то дополнительные мероприятия, их, конечно, очень-очень мало, как-то выставки, какие-то промоушен-мероприятия. В основном, конечно, семинары-календарь. Полторы тысячи мероприятий. Это действительно много. И для того, чтобы выделить свои... в сферу своего интереса, соответственно, мы используем фильтры. Второй модуль, который на сегодняшний день также реализован, это поиск базы данных спортсменов. Аналогично есть поиск в базе данных лошадей. И здесь, соответственно, любой может проверить свои данные по регистрации в федерации, о членских взносах, данные по разряду и званию. Вот, для примера, давайте мы с вами посмотрим. Те региональные федерации, которые предоставляют данные о присвоении спортивных разрядов своими спортсменами, соответственно, они могут также использовать эту опцию для того, чтобы отслеживать сроки действия разрядов. Это, на мой взгляд, удобно, но оценить в любом случае я предлагаю это вам. Нужно вам это, не нужно вам это. Соответственно, нам хотелось бы услышать. Из того, что уже реализовано с технической точки зрения, но пока еще недоступно для использования, я думаю, что те новые опции, которые мы уже сделали, они уже появятся на нашем действующем сайте в течение двух-трех недель. Если получится все, это будет раньше. Это более подробная информация о наших спортсменах. Вот, мы пришли абсолютно на ту же вкладку, на которой мы только что были на нашем живом сайте. Я вам показываю, демонстрирую сейчас тестовую версию нашего сайта, на котором производится вся разработка. И здесь мы видим ту же самую информацию, но теперь, наведя мышку на того или иного спортсмена, мы можем узнать более подробную информацию. Я, конечно, буду брать самые, что называется, примеры, которые могут нам визуально показать все возможности. Я выбираю Туганова Владимира Петровича. И, соответственно, по каждому спортсмену мы можем вывести спортивные результаты и его рейтинг. Вот мы увидели с вами рейтинг на всех тех лошадях, на которых Владимир Петрович Митя Кущидин стартует. Мы видим все его результаты. Обращаю внимание, что это тестовая платформа, поэтому она обновляется данными не столь оперативно, как наш живой сайт, поэтому не все результаты сейчас сюда вносим. Соответственно, все результаты этого спортсмена. Тренерская практика. Обращу ваше внимание, откуда берется тренерская практика. У нас с вами есть списки сборных команд, где есть данные о тренерах. У нас с вами при системе регистрации каждый спортсмен имеет возможность заявить своего тренера. И наш сайт фактически дает возможность показать действительно наших героев, что называется, кто действительно тренирует того или иного спортсмена, какие у этого спортсмена фактически результаты. И, конечно же, ссылка на тот медиараздел. У нас с вами есть новости, у нас с вами есть какие-то документы, которые так или иначе об этом спортсмене, об этой лошади, например. Соответственно, не выискивая огромную кучу материала из новостей, мы можем это увидеть непосредственно на самой странице спортсмена. Абсолютно аналогичная история реализована в лошадях. То есть у нас с вами есть список лошадей, и у нас с вами есть личная страница лошади, которая показывает рейтинг лошади и результаты этой лошади. Мест применения этой информации огромное множество. Каждый, соответственно, выбирает ту цель, которая им необходима. Стоит отметить, что мы публикуем данные о сроках действия паспорта. И это бывает важно для владельцев. Поэтому не стоит, наоборот, стоит проверять эту информацию, даже когда паспорта нет под рукой. Это сделать удобно будет через наш сайт. Третий достаточно нужный и важный модуль, который, опять же, уже реализован, это список официальных лиц. Список официальных лиц вместе с данными по их аттестации. Например, у нас есть судья всероссийской категории. Я думаю, многим она известна, многие ее знают. Соответственно, планируя наши старты, мы замечательно можем самостоятельно проверить, по данному направлению есть у этого судья аттестация или нет этой аттестации. Давайте еще один момент покажу, опять же, на примере. Это будет видно в личном кабинете. Вот другой пример. Это пример трейборья. Абсолютно аналогично. Все квалификации, обращаю внимание, что результаты по трейборью, и это важно для трейборцев, разбиты именно по результатам, достигнутым в каждой из трех составляющих дисциплины. Я думаю, что на сегодняшний день, я надеюсь, мы разгрузим немножко в этом смысле работу Анастасии Савиной, которая проверяет все эти квалификации, и каждый спортсмен фактически сам сможет в одном месте найти все свои результаты и самостоятельно понимать, на каком этапе квалификации он находится. Ну, аналогичная история с судейской практикой и с тренерской практикой. Пожалуйста. И тот же подраздел «Медиа». Новая опция, которая появилась на нашем сайте сейчас, появится, точнее сказать, это личный кабинет. Для чего вообще задуман личный кабинет? Для того, чтобы ваше взаимодействие с федерацией по оформлению каких-то документов, по предоставлению какой-то информации в федерацию было проще. У нас работают менеджеры-регистраторы, которые оформляют документы по пришедшим заявкам. У нас, соответственно, есть Наталья Александровна Смолякова, которая получает документы по вашим судейским категориям. У нас есть Ирина Степановна Сильвестрова, которая обрабатывает ваши результаты. В КУПе вся эта информация в будущем, я надеюсь, будет эффективно поступать и обрабатываться через личный кабинет. При этом вы сможете эффективно отслеживать статус этих заявок. На сегодняшний день для того, чтобы создать личный кабинет, первое, что нужно будет сделать каждому, кто это захочет сделать, это привязать свой личный кабинет к той записи в нашей базе данных, которая уже существует. У вас у многих есть номер членства, регистрационный номер. На основании совпадения этих данных, соответственно, мы будем регистрировать и связывать ваш личный кабинет и вся та информация, которая будет, соответственно, в нашей базе данных, она автоматически будет попадать в ваш личный кабинет. Вы будете видеть информацию о членстве. Сейчас я показываю информацию лично о себе, потому что есть закон о персональных данных и разглашать непубликуемую информацию я не могу. В тестовом варианте я добавила себе несколько лошадей, то есть каждый владелец будет видеть тех лошадей, которые фактически зарегистрированы на сегодняшний день на него, сможет подать документы на любую лошадь, на которую он хочет оформить паспорт. В дальнейшем, в случае, когда лошадь уже будет здесь, соответственно, мы можем подать заявку на ее регистрацию в ФИИ, на оформление паспорта в ФИИ, на его продление. То есть все эти опции становятся доступны в личном кабинете. Каждый спортсмен может подать заявку на регистрацию в ФИИ, то есть мы заполняем поля, аналогично на регистрацию в ФИИ, то есть все данные, которые уже в базе данных есть, они все заполняются автоматически, что, я надеюсь, будет приводить к минимуму ошибок и, соответственно, к более быстрой обработке документов. Ну, вот на самый простой, скажем так, я показываю, я подала сейчас заявку, заявка на судейскую категорию. Фактически для того, чтобы подтвердить судейскую категорию, необходимо внести тот или иной подтверждающий документ. Я сейчас добавляю документ. Это документ Word, соответственно, система сама, не дает вам загрузить те файлы, которые невозможны загрузить. Если я загружу правильный файл... Система принимает файлы PDF и файлы JPEG. Соответственно, после загрузки этих файлов, я прошу прощения, я работаю с другого компьютера, я, к сожалению, не предусмотрела, но другой компьютер выгрузила файл. Я добавляю файлы, после этого заявка передается на обработку нашим регистраторам. Исполненные заявки вы также можете отслеживать в своем личном кабинете. Кроме того, хотелось бы сказать о том, что у нас с вами очень много спортсменов до 18 лет, за которых какие-то документы, какие-то действия совершают их представители, родители. И у нас с вами есть возможность передать права по управлению личным кабинетом или делегировать часть прав. Когда мы говорим с вами о передаче прав, мы с вами говорим исключительно о законах представителя этого спортсмена, это родители, это какие-то опекуны, соответственно. Или мы можем делегировать часть прав, ограниченная часть прав, которая позволяет нам делегировать закон, нашим, например, тренерам, нашим каким-то лицам, которые ведут документацию, спортивные менеджеры, например, у кого-то есть. Какие права можно делегировать? Можно будет делегировать права на подачу документов на лошадь. Можно будет делегировать права по подаче заявки на какие-либо мероприятия федерации. Это тоже делается все через личный кабинет. Соответственно, вот на сегодняшний день вот в моем кабинете я предоставила права Панковой и Зобовой, мне предоставила права Миткина. Вы все это будете видеть в личном кабинете. Соответственно, подавая, например, документы на оформление паспорта, я не смогу подать документы на лошадь, принадлежащую иному лицу, кроме тому, кто предоставил нам дождь. Прошу понять этот момент, потому что здесь федерация ограничена требованием федерального закона и правильно использовать эти функции. Вообще, хотелось бы еще отметить о тех планах, которые будут у нас с вами. Кроме личного кабинета физического лица, после его запуска будет разработан личный кабинет юридического лица. Соответственно, будет кабинет юридического лица. Кабинет юридическому лицу будет предоставлен из числа оргкомитетов соревнований внесенных в календарь федерации и из числа федераций конного спорта, региональных федераций конного спорта. Конечно же, весь тот функционал по своему субъекту, который возможен, мы будем реализовывать. Это, я надеюсь, будет удобно. Это позволит более оперативно и подавать заявки на какие-то мероприятия, подавать заявки в календарь, подавать заявки на изменения в календаре, те, которые не требуют дополнительного какого-то согласования. Сейчас, секундочку, я приклась на чат. Там, как я понимаю, уже вопросы, и Екатерина уже отвечает на них. Я говорила про личный кабинет. Соответственно, по личному кабинету также юридические лица смогут делегировать права каким-то своим сотрудникам, которые будут доступны также в личном кабинете уже физического лица по определенному распределению прав. Ну, в общем, я постаралась сделать экспорт того, что мы уже сделали, того, что мы планируем сделать в самое ближайшее будущее. Личный кабинет для физического лица мы планируем открыть не позже, чем в октябре месяце этого года, то есть 1 октября вот наша такая дата, когда мы уже все должны отработать, все должны проверить и начать принимать ваши заявки через него. Хотелось бы отметить, что заявки, сделанные через личный кабинет, будут иметь приоритет в обработке, потому что они будут требовать меньше времени в обработке. И, опять же, просьба, если не все будет сразу получаться, не паниковать. мы уже создали в общем-то группу WhatsApp на нашем телефоне федерации, возникают когда какие-то вопросы по работе, если вы находите какие-то ошибки на сайте, в документах, в каких-то данных, предоставленных на нашем сайте, пожалуйста, давайте мы обязательно исправим или объясним, почему именно так, а не как-то иначе. Мне спасибо. Если есть какие-то ко мне вопросы, я готова на них ответить. Вопрос от Марии Матько, Алтай. По поводу корректировки данных на текущий момент до открытия личного кабинета по спортсменам прошу вам писать или на почту 104, или мне на почту, или группу WhatsApp, что вам удобнее. В принципе, все эти ресурсы, они работают по этому вопросу. По вопросу официальных лиц, пожалуйста, высылайте или вопрос, или информацию, требующую корректировки. Наталья Смоликовой на e-mail, она также будет обработана. После того, как личный кабинет будет работать, все эти корректировки можно будет заявить через форму регистрации. По официальным лицам обращу внимание и попрошу в данном случае региональной федерации своевременно предоставлять документацию по продлению категории, по переаттестации своих спортивных судей. Мы не имеем эту информацию, если вы ее не предоставите. Соответственно, мы ее не можем отобразить. При своевременном предоставлении этой информации она поступает в базу данных и, соответственно, отображается на нашем сайте. Повторюсь, эта информация является динамической и обновляется два раза в сутки. По спортсменам тоже есть провалы. По номеру регистрации нет информации. Давайте, в данном случае этот вопрос вы задаете достаточно общий. Я думаю, что здесь нужно перейти к частностям и искать ошибки, если они есть, или разбираться, в чем проблема. Да, Мария, я сейчас это заметила. Это временная ошибка, потому что этого не было. Мы еще раз проверим, этот момент будет исправлен по вопросу спортсменов, исчезающих из списка спортсменов. По поводу судей, исчезающих из списка спортсменов. Я сразу скажу, что у нас на сайте для каждого физического лица определены четыре категории. Спортсмен может, физическое лицо может соответствовать или одной из них, или нескольким. Это, соответственно, спортсмен, это судья, это тренер, это владелец. Соответственно, в зависимости от того, что именно это физическое лицо заявляет или показывает нам деятельность в какой сфере, он появляется в том или ином списке. Информацию о разрядах спортсменов. На сегодняшний день та информация, которая прислана региональными федерациями, ее обрабатываю я. В дальнейшем это будет через личный кабинет. Соответственно, каждый спортсмен сможет самостоятельно подать данные о своем разряде, приложив или копию приказа, или копию зачетной книжки, ну, любой подтверждающий документ к этой информации. Или, соответственно, после того, как начнут работу личный кабинет для юридического лица, сама региональная федерация, имея эту информацию, так как фактически вся эта документация проходит именно через руки региональной федерации, сможет подавать эту информацию сразу на тот список спортсменов, который прошел по тому или иному приказу. Однозначно, конечно, если Иванов Иван Иванович пришлет нам документ по приказу по своей не себе категории, там окажутся еще несколько спортсменов, конечно, мы добавим всех. Мария, если вы видите, что вы подавали информацию, Наталья разнесла, на сайте нет, напишите мне, пожалуйста, конкретно, о ком идет речь, чтобы мы смогли проверить, в чем проблема. Возможно, у нас предоставляет прямое министерство. Анна, если, конечно, вы договоритесь, чтобы министерство региональное напрямую предоставляли нам информацию, то мы не против. Ирина, вы сейчас говорите о выгрузке в Excel. Да, мы продумаем этот момент, потому что от выгрузки, я думаю, что мы не откажемся, потому что она может быть удобна для многих секретарей, которые работают на соревнованиях. И придумаем вариант оперативного ее обновления, но именно тот список, который с фильтром работает, он актуален и выгружается два раза в сутки. Еще вопросы есть какие-то? Или мы можем перейти к следующему нашему мероприятию? Да, я понимаю, именно поэтому мы все-таки оставим экселевский вариант. Это, Ирина, по вашему вопросу. Кстати говоря, если здесь есть секретари, которые работают с нашим списком, если он удобен, неудобен где-то, мы также готовы рассмотреть какие-то ваши предложения, потому что мы это делаем не для того, чтобы было, а для того, чтобы этим пользовались. Спасибо большое вам за внимание. Ждем ваших предложений. Как вам будет удобно работать с нашим сайтом? Может быть, есть какие-то моменты, которые сейчас не совсем работают, мы готовы меняться, и хотели бы видеть обратную связь в смысле того, что если где-то что-то находится, присылайте, пожалуйста, эти моменты, какие-то ошибки, какие-то, может быть, какой-то документ иногда пропадает. Такое бывает. это информационная система. Всем спасибо. До свидания. Продолжение следует...